всем привет с вами снова алина и сегодня мы с вами поговорим если можно так сказать о прекрасном о моделях о супер моделях в общем о тех девушках которых мы с вами видим на страницах глянцевых журналов в рекламе и конечно социальных сетях но поговорим мы сегодня не просто о них об их основных секретах которые позволяют им выглядеть красиво в повседневной жизни но не надо сейчас кричать что мол им просто повезло родиться красивыми и они могут позволить себе ничего не делать к сожалению или наверное к счастью это не так и так как работа этих девушек связана с их внешностью они знают ей цену знают цену своей привлекательности и конечно своему здоровью потому что большинство из них следит за своим здоровьем как раз таки и наиболее тщательным образом нежели люди которые не имеют отношения к этой индустрии я сама работала в этой индустрии знаю очень много девчонок которые до сих пор работают моделью и соответственно перечитала просто наверное не одну сотню интервью с топовых супер моделей модели виктории секрет и поэтому сегодня расскажу вам о таком обобщенном списке секретов девушек моделей которые позволяют им выглядеть привлекательно и так давайте не будем затягивать а побыстрее перейдем к этому списку чтобы знать что мы с вами можем применить в повседневной жизни первый и наверное самый важный секрет красоты моделей заключается в том что в повседневной жизни они практически не пользуются макияжем если не сказать совсем вы просто представьте сколько различных косметических средств странных пигментов наносится на их лицо каждый день когда они работают в этой индустрии выходят на показы все это не самым благоприятным образом сказывается на состоянии кожи конечно появляются какие-то прыщи и воспаления если визажисты были например не совсем профессиональными потому что модельный рынок обширен и в мире существует не только миланская и парижская неделя моды нет очень много девчонок по миру работают моделями для мелких либо каких-то средних проектов и там бывают такие моменты что визажисты даже могут не помыть кисточки но сегодня не об этом в общем повседневной жизни девушки модели стараются не использовать макияж потому что им его хватает просто с головой на съемках во время работы и соответственно мучить кожу в повседневной жизни было бы очень негуманно поэтому они дают ей продышаться побыть чистой чтобы сохранить ее красоту и здоровье это конечно касается и волос повседневной жизни девушки модели как правило не укладывают волосы и не используют какие-либо укладочные средства и уж тем более не используют какие-то нагревательные приборы большинство из них даже не используют фен и делают это из тех же побуждений чтобы сохранить свои волосы здоровыми и просто чтобы они если можно так сказать отдохнули и это кстати основная причина того что папарацци часто ловят модели в неприглядном виде потом тиражируют эти фотки просто потому что в повседневной жизни они стараются отдохнуть по максимуму второй секрет касается сдержек современного мира и сейчас я говорю о смартфонах потому что большинство из нас и не только модели проводят безумное количество времени проверяя свои социальные сети и вообще копаясь в телефоне так вот смартфоны принесли не только благо но также и определенный косметический дефект который образуется у всех людей которые много времени проводят смартфонах а именно сейчас говорю об образовании так называемого второго подбородка потому что если вы очень много времени проводите залипая в смартфоне то эта часть лица у вас как бы расслабляется и провисает так вот для многих моделей социальные сети являются основным местом если можно так сказать их работы потому что многие крупные бренды общаются с ними в том числе и через instagram и конечно это бесконечная переписка в мессенджерах соответственно модели проводят очень много времени в такой вот позе при которой также провисает второй подбородок и у них есть свой лайфхак наверное вы обращали внимание что на многих бэкстейджах когда модели смотрят телефон они вот так вот ставят руку но это происходит не для того чтобы фотограф запечатлел какой-то красивый кадр и ховал лица смотрелся как-то лучше нет дело в том что таким образом многие из них стараются сохранить свою красоту как бы это странно не звучало и я сейчас объясню для чего они это делают если вы просто подопрете свою голову рукой положите руки например на стол то таким образом вы сделаете еще хуже потому что будет провисать вот эта часть еще быстрее но если вы просто поставите руку и обозначите себе точку ниже которой вы не будете опускать голову то таким образом вы сможете сохранить тонус и в данном случае рука выступает как некая отметка ниже которой не стоит опускать свой подбородок и соответственно таким образом вы сможете сохранить свою шею в тонусе и избежать второго подбородка так что я думаю что этот совет Можно взять на вооружение очень многим девушкам Если вы знаете, что вы очень много времени проводите, сматриваясь в экран смартфона Просто возьмите себе за правило ставить себе некий ограничитель, немножко прикасаясь к подбородку И не опускать его ниже этой точки, поверьте, это позволит сохранить вам свою красоту и молодость намного дольше Также в повседневной жизни модели используют очень много масок для лица, для волос И используют их буквально повсюду И я сейчас расскажу вам про еще один лайфхак Дело в том, что если девушке предстоит перелет, например, не очень длительный То вы зачастую можете заметить, что многие из них собирают пучок Либо заплетают какие-то косички И при этом выглядит так, как будто бы их волосы грязные Так вот, не спешите осуждать их и записывать в каких-то грязнуль Скорее всего, на их волосах сейчас находится маска, как бы дико это ни звучало Из-за того, что у большинства из них просто бешеный темп Они физически не успевают делать какие-то бьюти-процедуры Просто когда сидят дома, им приходится все делать буквально на ходу, на лету И многие из них наносят на свои волосы маску Заплетают либо косичку, либо пучок В таком виде летят Но только в том случае, если они знают, что сразу с аэропорта Они смогут попасть в гостиницу, смыть маску и высушить волосы И в принципе, этот совет также могут взять на вооружение многие девушки Особенно в летний сезон Потому что зимой я бы этого делать не рекомендовала А так, если вам предстоит какой-то недолгий перелет, и вы знаете, что сразу потом вы сможете помыть голову То я не вижу в этом ничего плохого Вы просто сможете провести время, затраченное на перелет с пользой И, конечно, тканевые маски для лица и всевозможные патчи Также всегда сопровождают модели в перелетах Я думаю, ни для кого не секрет, что все модели просто обожают пить чистую воду И они во всех своих интервью говорят об этом Что они пьют там от двух литров воды в день и больше И это относится именно к чистой воде Чай, кофе и подобные напитки они не учитывают И, конечно, это очень хорошо сказывается на состоянии их кожи и здоровья Поэтому, если вы до сих пор не пьете водичку, делайте это Я вот лично добавляю в нее цитрусовые Так она мне кажется вкуснее И, соответственно, я могу выпить ее больше Если говорить о поддержании красивой формы То очевидно, что все модели регулярно занимаются спортом Каждый выбирает для себя тот вид, который ей больше нравится Но все-таки есть один момент, который объединяет всех моделей Дело в том, что они всегда делают растяжку Для того, чтобы их фигура смотрелась привлекательно, женственно и подтянута Все свои тренировки они заканчивают как раз таки растяжкой А многие с нее еще и начинают их И, в принципе, я бы советовала всем девушкам включить растяжку в их регулярные тренировки Потому что от нее будут сплошные плюсы И я уверена, что вы заметите, как ваша фигура преобразится Также многие из нас знают, что сон является одной из важнейших частей нашей жизни И модели тоже это знают И, соответственно, не пренебрегают этим моментом Одна из особенностей большинства успешных моделей заключается в том Что они могут заснуть практически в любой обстановке Даже на какой-нибудь шумной вечеринке, как мне кажется Потому что у них, как правило, действительно очень мало времени на то, чтобы качественно поспать И, соответственно, приходится довольствовать за тем, что они имеют Это сон в самолетах, это сон даже, когда тебя красят, пока ты едешь в такси И я считаю, что овладеть этим навыком экспресс-подремать должна каждая девушка Потому что бывают такие моменты, что ты можешь вздремнуть минут на 15-20 И чувствовать себя лучше, чем после того, как ты, например, поспишь часов в 8 И если тебе хочется, и у тебя есть возможность вздремнуть Обязательно научись это делать И даже если вы думаете, что у вас никогда так не получится Вы не умеете спать днем, никогда этого не умели Просто побудьте закрытыми глазами Поверьте, это состояние тоже может хорошо вас расслабить и подзарядить Я тоже раньше не умела дремать Зато теперь научилась любую свободную минутку, если я очень устала использовать для сна И мне зачастую хватает даже передремать минут 15-20 И потом у меня энергии будет еще как минимум на полдня Ну и, соответственно, кроме здоровья, сон также очень сильно сказывается на нашем внешнем виде И его нехватка всегда отражается на нашем лице А если вы умеете высыпаться, то, в принципе, сможете сэкономить на консилерах Еще я знаю, что очень многие модели употребляют растительные масла внутрь В частности, льняное Оно одно из самых популярных И оно еще также называется женским маслом Но если для вас употреблять растительное масло в чистом виде считается чем-то омерзительным Вам тяжело его пить Потому что я знаю, что очень многим людям действительно не нравится И даже просто не получается пить, например, льняное масло Потому что оно специфическое То вы можете просто сходить в аптеку и купить капсулы под названием Омега-3-6-9 И получить тот же самый эффект Но при этом не страдать И, в принципе, вот эти вот волшебные капсулки Тоже одно из тех средств, которые есть в арсенале моделей Для поддержания красоты и здоровья И, кстати, я уже говорила в одном из своих роликов Что льняное масло очень хорошо сказывается на состоянии волос, ногтей и кожи Так что присмотритесь к нему Есть еще один момент, который касается волос И заключается он в том, что, как правило, модели не носят суперэкстремально длинные волосы Если вы посмотрите, то большинство из них носят волосы как раз-таки средней длины Либо чуть длиннее Потому что, во-первых, поддерживать волосы такой длины в идеальном состоянии проще, чем какие-то нереально длинные А, во-вторых, так предоставляется гораздо больше вариантов для укладки И, соответственно, это тоже упрощает жизнь Так что не стоит гнаться за супер длинными волосами Гораздо важнее их качество Еще одна интересная особенность заключается в том, что, несмотря на то, какой тип кожи у модели Все из них помешаны на увлажнении В этой индустрии просто какой-то культ увлажнения И это неспроста, потому что хорошо увлажненная кожа всегда выглядит привлекательно и более здоровой Кроме того, хорошее увлажнение способно продлить молодость кожи А это очень актуально, когда на твоем лице постоянно проводятся какие-то косметические эксперименты И, в принципе, это и были основные так называемые секреты моделей О которых я хотела рассказать вам сегодня Если вам понравилось это видео, то поставьте ему большой палец вверх Мне будет очень приятно И я буду знать, что подобные ролики вам нравятся Если видео вам не понравилось, то можете поставить дизлайк И я буду знать, что эти видео вам не заходят и не снимать их дальше Обязательно напишите в комментариях, какие из этих секретов вы уже знали Может, вы знаете что-то еще Я всегда читаю ваши комментарии, обращаю на них внимание И стараюсь по мере возможности отвечать на них Не забывайте подписываться на мой инстаграм Я обновляю его практически каждый день И стараюсь максимально оперативно отвечать там на какие-то ваши вопросы и на ваши комментарии Также не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео Ну а с вами была Алина, увидимся в следующем ролике Пока! Субтитры сделал DimaTorzok